Здравствуйте! Почему в определенном возрасте наши волосы становятся седыми? Наши волосы и кожа окрашены одним и тем же веществом – меланином. А седыми волосы становятся тогда, когда они получают мало меланина или вовсе его не получают. Меланин синтезируется в специализированных клетках кожи, которые называют меланоцитами. Волосы растут из особых трубочек, расположенных в коже. Эти трубочки называются волосяными фолликулами. Они состоят из клеток кожи, то есть тоже содержат меланин. Из клеток фолликулов пигмент поступает в волосы. Когда в растущие волосы перестает поступать меланин, то они в это время начинают терять свой цвет. Это происходит по двум причинам. Меланоциты начинают синтезировать все меньше и меньше меланина. А во-вторых, синтез меланина уменьшается с возрастом. Так некоторые волосы, получая меньше пигмента, становятся седыми. А кожа тоже теряет пигмент с возрастом. Но этот процесс менее заметен. Если меланоциты вокруг фолликулов исчезают, то волосы становятся совсем белыми. А почему именно белыми? Потому что белый цвет – это естественный цвет неподкрашенного кератина, из которого состоит остов волоса. Иногда нам кажется, что мы видим у человека копну седых волос. Но это может быть оптическим обманом. Просто темные волосы растут в перемешку с седыми. И возникает типичная картина – как бы вид соли с перцем. Седые волосы могут появиться в любом возрасте. Даже в возрасте 14 лет. Исследования, проведенные, показали, что в возрасте между 25 и 34 годами седина появляется уже у 22% обследованных. А после 55 лет седые волосы есть у 94% мужчин. Однако встречаются отдельные счастливцы, которые доживают до преклонных лет, не имея ни одного седого волоса и сохранив исходную окраску шевелюры. Удивительно, но блондины более склонны к полному поседению. А заметны седые волосы, конечно, лучше на фоне темных волос. Цвет волос также можно потерять еще и при скудном питании, особенно при снижении в рационе витамина В12. Но если питаться правильно, то меланин может восстановиться, и к волосам может вернуться их естественный цвет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова